Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 октября и вот снимая последние помидоры из теплицы, вот из теплицы, с улицы, я не могла не поговорить с вами о таком прекрасном сорте, как южный загар. Первый раз его выращиваю, очень понравился. В прошлом году, когда я в Одноклассниках предложила всем меняться со мной своими семенами, вот мне его прислали, даже не один человек, а несколько. Я посадила от одного человека в теплицы семена, а от другой зрительницы на улице. Они выросли одинаковые и там, и там, и на улице, и в открытом грунте они вызрели. Вот это вот последние томаты, они, видите, какие-то есть покрупнее, но вот первые были, конечно, очень крупные. Он индотерминатный, до метр восемьдесят, подвязка посынкования отдельно. Вот этот, видите, с носиком родился, этот, это туповатенький такой, ну, с тупым концом. Есть вот и округлые, вот такие всякие получаются, есть округлые, есть с такими с носиками. Но самое интересное, что я вам хочу рассказать об этом сорте, он очень вкусный, он очень красивый. Всё, я его на будущий год тоже буду сажать, садить. Но я ему нашла близнеца в своём огороде, от которого его не отличишь невооружённым глазом. Если он не подписан, вы его и не отличите. А вот он, наш сибирский абрикос, о котором я уже много раз вам говорила, это Кенигсберг золотой. Ну и кто их отличит? Вот так их сейчас, если перепутать, как вот фокусники делают, и найди отличия, точно такие же. Такая же высота, метр семьдесят, метр восемьдесят, специальное описание сравнила. Такой же вес триста грамм, такой же цвет, такой ярко-оранжевый. Такая же форма, которая называется, или там перцевидная она, или сливовидная крупная слива. Вот, ну вообще, вам не кажется, что это вообще очень похоже? Но вот этот он немножко зеленоватый, если его к какому-то зелёному прислонить. Одинаково вкусный и этот, одинаково вкусный и этот. Вот южный загар, я нынче, у меня, конечно, мало семян, но всё равно они есть, если кому-то уж надо, напишите, закажете. И дело в том, что я на будущий год буду его разводить. Но вот тут вот такие, когда два сорта высаживаем в огороде, тут опасность вообще перепутать. И если кто-то не на семена выращивает, а на еду, то есть ли смысл садить два одинаковых сорта? Если у вас уже, например, есть Кенигсберг золотой, то нет смысла южный загар садить. И также, если есть южный загар, это то же самое, что Кенигсберг золотой. Ну вот южный загар, я думала, он немного нежнее, он как не выдержит такой холодной погоды. Вот у меня вот эти вот висели, ну Кенигсберг вообще до самого конца. Но нет, он тоже на улице висел до самых похолоданий, я вот сейчас сняла уже последние. Вызрели почти все. Ну нынче ещё лето было такое жаркое, и что по нынешнему лету судить, как сказать вам, о выносливости томатов не стоит. У нас до сих пор ещё тепло, ещё не было стабильного минуса. Но вот этот Кенигсберг, плюс его в том, что я собрала все зелёные плоды с него. Они, видите, они все дозрели за две недели у меня, и не образовалось ни одного чёрного такого плода. Это вот тоже очень хорошее качество, когда себя томаты ведут хорошо на дозаривании. Что именно, они не мякнут, не портятся, не чернеют. Иногда бывает у плодоножки начинается что-то у них. Вот эти все, видите, даже самые маленькие, вот это уже последние, видите, малыши Кенигсберги. Они уже и форма какая-то изменённая у них, и цвет немножко, они в самом холоде росли. Но дело в том, что они дозрели все, вот это тоже оттуда же, вот которые покрупнее, которые были бурые, поспели быстрее, а эти ещё доходят. Я не знаю, как дозаривается южный загар, я ещё не следила за ним в теплице, он у меня ещё растёт, буду зелёный, если останутся, положено дозаривание. Но вот Кенигсберг хорошо дозаривается. Вот этот томат у меня новинка, южный загар, оказывается, у которого есть близнец-сибиряк, Кенигсберг золотой. Два одинаковых почти томата. Но биологи, наверное, кто выводят, наверное, знают, в чём у них разница, но я не вижу, честное слово. До свидания.